Добрый день! С вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембиту. Сегодня в рамках серии вебинаров, посвященных техническому анализу и торговле без индикаторов, расскажу о паттерне «ложный пробой в боковике», как всегда в начале предупреждения о рисках. Помните, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и доходность не гарантируется. Поэтому не стоит переходить торговлю на реальном счете, пока вы не познакомились с методами минимизации рисков. С более подробной информацией можно ознакомиться на представленном слайде. Из этого вебинара вы узнаете, как формируется паттерн и как использовать его для входа в сделку. Во второй половине занятия будет тест, при помощи которого вы сможете оценить свое понимание материала. Для теста вам понадобится только бумага и ручка. Скачать презентацию по сегодняшней встрече можно из группы ВКонтакте, учимся зарабатывать на бирже. Для этого переходите по ссылке в описании к видео. Презентация будет полезна тем, кто захочет улучшить результаты теста. Также в группе вы найдете много материалов по трейдингу в свободном доступе. В отличие от остальных паттернов, ложный пробой формируется на боковом движении. Внутри бокового движения часто формируются различные варианты ложного пробоя. Если мы будем их рассматривать, то утонем в болоте, поэтому я предлагаю, если и торговать, то торговать ложный пробой на границах боковика. Сам я не часто использую в торговле ложный пробой. О том, в каких случаях его торгую, расскажу ближе к концу нашей встречи. Третий признак – возврат цены после пробоя в диапазон боковика. С этим тоже не все просто, но об этом буду говорить дальше. А теперь покажу пример на графике. Есть боковое движение, сформированное несколькими максимумами и минимумами. Цена пробивает их и возвращается внутрь диапазона. А теперь небольшой вопрос. Как думаете, то, что обвел, тоже ложный пробой? Подумайте немного. Кто сказал, что это не ложный пробой, прав, так как цена расширила диапазон. И это один из самых неприятных моментов боковика и ложного пробоя. Сейчас посмотрим, как формируется ложный пробой. Цена формирует границы диапазона. От нижней границы трейдеры выставляют заявки на покупку, от верхней на продажу и таким образом пытаются заработать. Выше границ стоят стопы. Если цена выходит за границу диапазона, то она активирует заявки buy-stop и stop-loss. Эти заявки должны привести к усилению роста. Но если рост не происходит, значит давление продавцов возвращает цену в диапазон. И этот момент можно использовать для входа в сделку. Сразу оговорюсь, что вход на ложном пробой в боковике это не для новичков. И даже опытные трейдеры используют его не часто. Поэтому то, что сейчас покажу, примите к сведению. Но если ваш стаж в торговле менее 2-3 лет, не используйте. Вы спросите, а зачем тогда об этом паттерне вообще рассказывать? Дело в том, что этот паттерн при определенных условиях дает очень хорошую подсказку для определения текущего тренда и для этого его использовать то, что нужно. Но это я забежал немного вперед, об этом расскажу чуть дальше. Входить в лонг можно на возврате после пробоя нижней границы. Сегодня я часто говорил про боковик, но когда тренд переходит в боковое движение, не сказал. Дело в том, что это большая тема и мы ей займемся в следующем вебинаре. Так что всех приглашаю принять в нем участие. Он пройдет 23 июля, начало 18 часов по московскому времени. Регистрируйтесь, будет интересно. Расскажу, как определять место, где тренд переходит в боковик или боковик заканчивается и начинается тренд. А сейчас пришло время закрепить материал и пройти тест. Для прохождения теста вам понадобится только лист бумаги и ручка. На выполнение каждого упражнения вам будет дано примерно 7 секунд. Это время условно, так как его лучше всего при первом прохождении теста, видео поставить на паузу. В конце теста, просуммировав баллы, вы сможете себя оценить. Если в первый раз не получится, ничего страшного, пересмотрите ролик и в паузах делайте остановки. Используйте презентацию к этому видео. Презентацию можно скачать из группы ВКонтакте, учимся зарабатывать на бирже. Также приглашаю вас принять участие в моих бесплатных вебинарах, которые проходят каждые две недели в четверг на площадке Admiral Markets. Там вы сможете задать мне свои вопросы вживую. Ссылки для регистрации в описании к этому видео. Приготовили бумагу и ручку? Отлично! Тогда начинаем. Посмотрите на график и найдите на нем ложный пробой. Готовы? Время пошло! Кто нашел паттерн, поставьте себе 1 балл. Это было не очень просто, как и все связанное с ложным пробоем. Но следующий пример будет сложнее. Второй пример. Задача та же. Найдите паттерн. Готовы? Время пошло! Увидели паттерн? Согласитесь, все очень непросто. Если вы после моего вебинара скажете, нет, мне хватит отката на тренде, я посчитаю, что выполнил свою миссию. Правда, один вариант ложного пробоя все же можно использовать. И о нем расскажу в конце. Третий пример. Готовы? Начали! То, что отметил, это наиболее очевидный паттерн. Но обратите внимание, как все было малоприбыльно. Четвертый пример. Освежите в памяти критерии паттерна. Готовы? Начали! А теперь посмотрите на сложности. Был ложный пробой, цена вернулась в диапазон и создала новый, который был выше предыдущего. Видите, как все непросто. Кстати, кто нашел паттерн, добавьте себе 1 балл. Пятый пример. Готовы немного поломать голову? Отлично, тогда начали! Смотрите, как все неоднозначно. Одно понятно точно. Кто не умеет находить уровни, к ложным пробоям лучше не приближаться. Шестой пример. Готовы? Время пошло! Мы не случайно проговорили ключевые критерии в начале занятия. Только благодаря этим правилам можно хоть как-то отличить ложный пробой от массы ложных пробоев, не дающих толку. Хотя ложный пробой, контртренд, можно использовать только в определенных случаях. Седьмой пример. Приготовились! Начали! Удалось найти? Отлично! Кто нашел? Очень хорошо. Но здесь еще есть один ложный пробой. Кто его нашел, добавьте себе тоже 1 балл. Восьмой пример. Тест приближается к концу. Собрались! Начали! Получилось найти? Обратите внимание! Когда правильно отмечены уровни, находить паттерны на порядок проще. Кстати, как думаете, почему я не отметил, как ложный пробой это место? Ваши идеи по этому поводу жду в комментариях под этим видео. Но с этим графиком еще не все. Смотрите, есть еще один ложный пробой. Как провели уровни, сразу стало понятно. И кто его увидел, ставьте себе еще один балл. Друзья, мы в шаге от окончания теста. Остался последний пример. Приготовились! Начали! Удалось найти? Очень хорошо! Вы уже к концу теста поняли. Ключ к паттернам уровни. Когда уровень отмечен верно, сразу проще все видеть. И на последнем примере тоже ложный пробой. Но я его не случайно отметил. Цель была показать, что когда торгуете, никогда не оптимизируйте стопы. То есть не старайтесь брать их с каждой сделкой все больше и больше. Гораздо правильнее взять небольшой убыток и потом искать новый вход, чем выставлять огромный риск в сделке. Как вы поняли, из картинки отнять могут любой стоп и лучше, если он маленький. Просуммировали полученные баллы. Сколько получилось? Напишите в комментариях, сколько баллов вы набрали. Прежде чем подведем итоги по тесту, как и обещал, расскажу, как использую ложный пробой. На мой взгляд, ложный пробой можно использовать только тогда, когда он подтверждает поведение цены со старшего таймфрейма. Покажу, что я имею в виду. Цена на старшем таймфрейме под уровнем формирует боковик. Мы ждем, что пробой верхней границы скажет, что скорее всего глобальный тренд сломан. Но когда происходит ложный пробой верхней границы, с большей вероятностью можно сказать, что глобальный тренд продолжится и даже на какое-то время усилится. Торговать ли ложный пробой? Решайте сами. Я редко его использую для входа, но часто как индикатор, подсказывающий направление движения цены. А теперь подведем итоги теста. Если вы набрали 2 балла или меньше, сделайте паузу, пересмотрите ролик. Скорее всего вы спешили и не дали себе времени подумать. Если вы набрали от 3 до 6 баллов, неплохо, но можно еще все внимательно проработать. У вас есть хороший запас для дальнейшего роста. Если ваш результат в пределах от 7 до 9, это хорошо, но и его можно значительно улучшить. Если вы набрали 10 баллов и выше, поздравляю, это отличный результат. Попробуйте его закрепить и улучшить, сделав свои скрины графика. Или скачайте презентацию с группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже» и на графиках сделайте упражнения на время. Друзья, если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им в соцсетях или напишите комментарий. Подписывайтесь на канал Admiral Markets и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!